Простите меня за банальность, граничную с пошлостью, но с легкой руки нашего президента так принято говорить. Иногда дохлую лошадь бессмысленно погонять. С точки зрения нашей сегодняшней институциональной структуры, экономики и общества, я боюсь, что это дохлая лошадь. Мы можем влить любое количество наркотиков, оно работать не будет. Это паралич, а не грипп. Поэтому для начала, на мой взгляд, необходимо коренным образом поменять не власть, не персоналии, не способы вербального выражения фактов и даже не телевизор. Нам коренным образом нужно поменять институциональную структуру взаимоотношений. Проблема российского государства в чудовищных рисках, из-за которых ни инвесторы, ни бизнесмены не хотят строить бизнес. Риски связаны с банальными проговоренными вещами. Право применения, законам творчества, ответственностью правительства за свои действия, защитой прав инвесторов. Риски снижать очень просто. Нам, по-видимому, нужен импорт права применения. Нам нужно уходить, я не повысить этого слова, на британское право. И нужно приводить в порядок систему правообразования, приводить ее на уровень развитых стран. Нам нужно реформировать институты, делать независимые институты права применения. Нам нужно менять... Ну, опять же, да, простите, я не буду читать лекцию, потому что я, а, не юрист, б, нет времени. Но нам нужно сделать так, чтобы персепшн инвесторов относительно рисков защиты прав инвесторов и предпринимателей в стране был благоприятным, а не тем, какой сейчас. Какой сейчас я могу рассказать не при женщинах. Второй момент. Нам нужно максимально снизить государственную нагрузку на бизнес с точки зрения себестоимости. У нас и прямая нагрузка, то есть объем проверок, и объем налогов, и объем затрат на взаимодействие с государством огромный, и косвенная, большая. Я тут недавно общался с людьми из Минфина, они мне сказали, что у нас только льгот для граждан порядка 800 разных видов. Для того, чтобы обеспечивать обслуживание такого количества льгот, необходимо очень много налогов. Для того, чтобы обеспечивать обслуживание той армии чиновников, которая у нас есть, а уж если я про Минфин заговорил, то можно вспомнить, что у нас есть программа совершенствования эффективности процессов финансового взаимодействия между регионами, на которую выделено 600 миллиардов рублей. Вот для этого нам нужен очень большой бюджет, поэтому у нас бюджет намного больше, чем бюджеты в странах, которые развиваются быстро, в процентах от ВВП. Вот. Это второй этап. Если мы, как государство, это сделаем, то больше ничего нам делать будет не надо, потому что избыток денег в мире огромный, дефицит возможности инвестирования огромный, избыток денег у российских инвесторов и инвесторов с российскими корнями фантастический. Поверьте мне, я управляю деньгами и я вижу, как работают швейцарские банки. Если мы создадим привлекательные условия, то объем денег будет больше сравнительно с нашими масштабами страны, чем тот, который шел в Китае в свое время. Это очень вкратце. Вы можете поймать меня на каждом высказывании, потому что когда вы пытаетесь суммировать, то всегда получается корявый вопрос, а вот как же это, как же это. Это можно проговорить. Вообще говоря, помимо десятка разных программ, вот мы, кстати, в ФБК обсуждали с коллегой, что на самом деле программ-то этих написано дюжина, где все это изложено. Взять хотя бы одну и, пожалуйста, делай. Существует самая старая, самая вульгарная, самая простая программа, которая писалась в кружке Робана Варданяна, называлась «Россия-2015», которая абсолютно точно все это отражает. Ничего не сделано из этой программы. К сожалению, можно было бы начать, пока не поздно. Продолжение следует...